Вице-спикер Мажелиса Даригана Зарбаева призывает Акимов сменить уютные служебные кресла на инвалидные коляски хотя бы на сутки, чтобы, так сказать, на собственной шкуре прочувствовать те неудобства, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями ежедневно. Со слов папиной дочки в прошлом, за время ее работы депутатом и председателем комитета Мажелиса по социально-культурному развитию, она перепробовала на себе многое, познала хождение в протезах и на костылях, побывала и на месте инвалидов-колясочников. Мы предлагаем каждое воскресенье, чтобы работники Акиматов по очереди пересели на инвалидные коляски, вошли в шкуру человека, нуждающегося, и проехались по городу, сходили бы в театр, в магазины. Политический ход первой леди Мажелиса, безусловно, верен. Только после ее недавнего выпада в сторону детей-инвалидов, которых Назарбаева назвала уродами, любые ее потуги якобы в обеспечении комфортной жизни людей с ограниченными возможностями, кажутся как попытки объелить себя. Да и казахстанцы, судя по комментариям, уже вдоволь наелись громкими, но пустыми обещаниями папаши Дориги. Она лишь вторит своему великому отцу. Первого она должна посадить в инвалидную коляску своего мужика и сама сесть рядом. И вот тогда она посмотрит, как тут людям ходится. Очень хорошая идея, пусть почувствуются, как на самом деле люди живут, у которых ограничены возможности. Да, они никогда такого не сделают. Это просто такое предложение, наверное. По-моему, никогда они такого не сделают. На своих там джипах когда ездят и все. Не будут они делать это, мне кажется. Дочь Елбасы – оперная певица. А ныне вице-спикер Мажелиса вроде абсолютно серьезно говорит, что главам городов стоит побывать в шкуре инвалидов. Но судя по ее едва заметной улыбке, словно наперед знает, что этого не произойдет. Я думаю, что эта мысль вполне здравая. И давайте выйдем с таким предложением к нашим исполнительным органам власти. Похоже, Дериге Назарбаевой все-таки лучше петь, чем говорить. Первые у нее значительно лучше получаются. И, что немаловажно, не наносят душевных травм людям. И хочет знать, что ждет впереди. И хочется счастья добиться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова